МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фонд развития моногородов одобрил заявку Кумертау по финансовой поддержке возведения маслоэкстракционного завода. Во второй этап отбора участников концессии, которую власти Башкортостана намерены создать для строительства трассы Кага-Магнитогорск, прошли пять компаний из шести подавших заявки. Торгам не допущен консорциум московского техностроя и хорватского виадукта. Поводом для отказа стало несколько причин. В частности, консорциум не внес задаток на счет организатора торгов и не предоставил документы о проектировании и эксплуатации автодорог. Таким образом, к конкурсу допущены Башкирдорстрой и Южноуральская дирекция автодороги, Московский научный производственный центр «Инвестстройпроект», Башкирские скоростные магистрали и строительный сервис. Второй этап отбора намечен на период с 9 августа по 31 октября. Концессионное соглашение планируют заключить в течение трех месяцев со дня подписания итогового протокола. Напомню, общая стоимость строительства трассы Стерлитамак-Кага-Магнитогорск оценивается в 12,5 миллиардов рублей. Ее протяженность составит 171 километр. Проект планируется завершить за пять лет. Бесплатный участок дороги до села Кага введут в эксплуатацию к 2018 году. Фонд развития моногородов одобрил заявку Кумертау по финансовой поддержке строительства маслоэкстракционного завода в селе Маячный. В ближайшее время инвестору предоставят займ на 8 лет в размере 1 миллиарда рублей под 5% годовых. Ранее фонд выделил 313 миллионов на подготовку необходимой инфраструктуры маслоэкстракционного завода. Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 6 миллиардов рублей. На сегодняшний день инвестор компания «Сигма» уже вложила в возведение предприятия 3 миллиарда. Открытие завода намечено на 2019 год. Он обеспечит рабочими местами 600 человек. Ранее первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что вопросы улучшения жизни в моногородах будут оформлены в виде национального проекта. В его основу ляжет стратегия деятельности Фонда развития моногородов. В ближайшие три года всего в проект будет вложено не менее 32 миллиардов рублей. Также предполагается привлечение дополнительных средств. Напомню, в Башкортостане 6 моногородов. Благовещенск, Белебей, Белорецк, Кумертау, Нефтекамск и Учалы. Фонд развития моногородов поддерживает инвестиционные проекты, которые реализуются на территориях моногородов. И то, что этот статус был дан национальному проекту, Владимир Владимирович Путин об этом сказал, это усилит или обеспечит более активную работу глав моногородов в части привлечения инвестиций на свои территории. Мы считаем, что это очень хороший рычаг, ресурс для того, чтобы моногорода развивались и были перспективными и успешными. По скорректированному прогнозу социально-экономического развития Башкортостана на три года объем валового регионального продукта в республике к 2019 году составит триллион семьсот миллиардов рублей при ежегодном росте от двух до трех процентов. Ранее Минэкономразвитие республики приводило цифры на 80 миллиардов больше. Корректировку произвели по результатам заседания Межведомственной правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Соответствующие поправки в прогнозные показатели внесли совместно с органами исполнительной власти. По итогам 2015 объем валового регионального продукта составил триллион четыреста миллиардов рублей. Менее оптимистичными стали и размеры среднемесячной заработной платы. Если раньше называлась сумма в 34 тысячи 300 рублей, то сейчас, к 2019 году, власти планируют достигнуть показателя в 32 тысячи 800 рублей. Напомню, средняя зарплата за январь-май текущего года 26 800. Переходим к валютным рынкам. На прямую связь со студией РБК УФА выходит начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башкомснабанка Азад Амиров. Азад, здравствуй, тебе слово. Добрый день, Кирилл. В начале новой торговой недели на валютном рынке рубль сегодня укрепляется к доллару и евро на 60,70 копеек. Соответственно, котировки доллара 64,96 евро торгуются по 72 рубля ровно. Укрепление рубля происходит на фоне дорожающей нефти, которая в моменте прибавила 1,4%. Бренд торгуется по 44,90. Сортлайт торгуется по 42,40 долларов за баррель. Российские фондовые индексы вслед за нефтью соответственно также находятся в зеленой зоне. Рублевая МВБ прибавляет 0,5%, валютный РТС прибавляет 1,3%. Акции Башнефти сегодня не показывают какой-либо внятной динамики. Они колеблются разноправленно в пределах 0,5%. При этом обыкновенные акции торгуются по 3085 рублей и привилегированные идут по 1934 рубля за одну акцию. Кирилл. Да, Азад, спасибо. Это был наш постоянный эксперт Азад Амиров. Управление Россельхознадзора по республике с начала этого года наложило штрафов на участников рынка на сумму в 5,756,000 рублей. Взыскано 2,5 миллиона. Согласно отчету ведомства, всего выявлено почти 2000 нарушений. Большая часть из них – это нарушения ветеринарно-санитарных правил перевозки, хранения и реализации продукции животноводства, а также нарушения в области карантина растений и качества зерна. При проверках специалисты сделали почти 15 тысяч лабораторных проб, составили более тысячи административных протоколов, а также почти 400 предписаний на устранение нарушений. К этому часу у меня все. Передаю слово московской студии РБК. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова